Доброе утро, ребята, вновь вас приветствую. Ну, на самом деле скажу, что книги, в принципе, достаточно объемные, тем более, если знать, что писали их вручную, вот иной раз в университете конспект еле одолеваешь, а тут целые огромные книги, да еще и таким красивым убористым почерком. Но все подробности о том, что же здесь за издание, здесь действительно есть очень редкие, очень старые. Расскажет нам Александр Шиндин, он у нас специалисты в этом деле, библиотекарь Краево-научной библиотеки. Доброе вам утро. Но расскажите, знаем мы, что здесь есть самая-самая старая книга, у которой юбилей в этом году, но она, естественно, не в оригинале к нам представлена, но что это? Самая древняя, древнерусская книга, это «Астромировая Евангелие». Оно было создано в 1056, писалось по 1057 год, то есть где-то с октября по май месяц. Вот это огромная объемная книга. Она сохранилась в единственном экземпляре, она точно датирована, потому что в конце книгописец, где Григорий оставил запись, что она переписана вот в такие-то, такие-то сроки. Молодец. Пишите даты. Она была написана для новгородского посадника «Астромира», и поэтому ее стали называть «Астромировая Евангелие». Была найдена в покоях императрицы Екатерины II. Получается, действительно такой объем за три года он написал? Нет, не за три года. Он написал за около года. Это с октября 1056 по май 1057 года. Она написана на пергамени, потому что в то время еще не было бумаги. В Европе бумага появилась только с 14 века, а фабрики в России стали изготовлять бумагу, начиная только с 18 века. Поэтому на пергамени. У нас есть документ на пергамени, выглядит вот таким вот образом. Необычная форма, но достаточно красивая. Это из кожи животных изготовлялся пергамент. Ну, а подлинные книги? Да, у нас действительно написано. Это книги, самая древняя наша рукопись, это тоже Евангелие. Это Евангелие. Это допечатанный период, еще первая половина 16 века. Да, я знаю, вы мне рассказывали за кадром, что были и те, кто, скажем, продлил, несмотря на то, что появились печатные станки, продлили именно рукописную запись. Кто же это были? Расскажите об этом подробнее. Во всех европейских, нигде, ни в одной из европейских стран не прослеживается такая история, когда после изобретения книгопечатания, всегда везде, вернее, рукописная традиция прекращалась. Только в России эта традиция продлилась еще на целых три столетия. И рукописи даже в 19-м, даже в 20-м году писали от руки, потому что это делали старобрядцы. Потому что старобрядческая книга, она была с середины 17 века, когда это явление появилось, раскол в церкви произошел. Они продолжали ценить свои древние книги и свои традиции, и поэтому втайне переписывали книги. Одна из рукописей, это как раз рукопись с нотами, нотированная рукопись, певческий сборник. Студенты расшифровывали, приходили из Института искусства, и эти даже фрагменты звучали в концертном исполнении. Скажите, а любой ли мог, если у него есть, я не знаю, условно говоря, перо и чернила, написать книгу? Наверняка же нет. Да, у нас даже такие примеры есть, но это уже более позднее время. Допустим, у нас рукопись одного лекаря Дьякова, он в Тобольске написал свою биографию. И она потом ее переплела, она там содержит примерно около 200 страниц, и он написал биографию надворного советника Дьякова. Так что такие рукописи у нас есть. И примеры такие другие. Допустим, написали рукописную книгу большого формата у нас, ну она, вернее, немного страниц, но большого формата, и написано «Цена по вашему усмотрению». Если понравилось, заплатите побольше. Да, 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 да. Он писал для того, чтобы распространять, продавать, может быть, получать доходы от этого. Спасибо вам большое. На самом деле, действительно, очень увлекательно. Здесь, конечно, к сожалению, не укладываясь мы во все форматы, да, не можем рассказать про все книги. На самом деле, это действительно удивительно. Сейчас гораздо проще написать свою автобиографию. Я могу и вашу напечатать за три буквально минуты. Никаких проблем нет, но вы действительно нужно помнить о своих корнях и порой не забывайте писать что-то от руки, потому что это, ну, скажем так, прямое отражение вашего характера. Многие специалисты вам это и скажут. Спасибо вам еще раз большое. Коллеги, вам передаю слово. И напишите что-нибудь сегодня после эфира, например, о своих впечатлениях.